В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ И я ведущий Сергей Волков Гость нашей сегодняшней программы Один из самых титулованных спортсменов Самарской губернии А ныне действующий тренер Валерий Захаревич Здравствуй, Валера Здравствуйте Валерий Захаревич Заслуженный мастер спорта СССР и России по фехтованию Родился 14 сентября 1967 года В городе Бекабаде Ташкентской области Узбекской СССР Рост 200 сантиметров Вес 100 килограмм Закончил Узбекский институт физической культуры в Ташкенте Выступал за ЦСКА ВВС Неоднократный призер крупных международных соревнований Двукратный чемпион России Призер первенств мира и Европы Пятикратный чемпион мира среди военнослужащих Бронзовый призер летних олимпийских игр Барселоны 1992 В составе объединенной команды В командных соревнованиях на шпагах Вместе с Павлом Колобковым, Андреем Шуваловым, Сергеем Кровчуком и Сергеем Костаревым Серебряный призер олимпийских игр в Атланте 1996 Павлом Колобковым и Александром Бекетовым в команде Бронзовый призер чемпионата мира Работает тренером высшей категории по фехтованию Воспитал несколько мастеров спорта Его воспитанницы, сестры Виолетта и Даниэла Храпины Ирина Охотникова Становились чемпионками мира И призерами престижных международных соревнований среди юниорок Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Медалью за отличие в военной службе третьей степени Медалью за отличие в военной службе второй степени Медалью за отличие в военной службе первой степени Один мудрый Аксакал сказал, чтобы собрать друзей улов, пригласи ты их на плов Вот я так думаю, что скоро в твоей жизни произойдет важное событие И главным блюдом на праздничном столе будет плов Ведь не случайно ты закончил узбекский институт физкультуры Я так понимаю, вы намекаете про мой юбилей? Да Ну я думаю, плов это нас любимое блюдо национальное Плов, шурпа, лагман Все прекрасно знают, что я родился в Узбекистане В маленьком городе, город Бегабад Если честно, я вот даже пытался на карте найти Не мог на карте найти это селение Это поселок, может быть Это областной город Областной город? Областной город, да Там я родился И там научился готовить плов? Ну, научился я уже здесь Благодаря своей жене, которая у меня очень вкусно готовит В том числе плов, самса Ну, я думаю, на юбилей плов будет обязательно А вот, кроме плова, ты говорил, лагман, шурпа Ты тоже жене доверяешь это все? Или сам? Не, я в основном работаю Вот так В удовольствии иногда, конечно, помогаю Могу что-то приготовить Но в основном я доверяю жене Она в этой области профессионал Столько каждый день покупает книги Кухня, кулинария Я говорю, сколько можно покупать? Я говорю, это все в интернете есть Ну, нет, ей это все интересно Так что... Но ты помогаешь, как-то морковку порезать О, картошку почистить Что-то почистить, да, это обязательно, по-моему Скажи, как ты оказался в Самаре? Родился в Узбекистане И вдруг, с чего тебя занесло на берега Лолгота? Начнем с того, что, если все знают, что Такой здесь работал еще начальник физподготовки Барановский Александр Петрович Вы, наверное, никогда не знаете его Он был и... Бывший начальник ЦСКА ОВС и Большого ЦСКА ЦСКА, да Мы хорошо друг друга знали Еще в Ташкене Так я еще в СКА там служил И, можно сказать, благодаря Не то, что можешь сказать А ему я попал сюда Вот Ну, уже будучи большим спортсменом Да, я буквально вот получилось так Что в 92-м году я в составе сборной СНГ, так скажем Поехал на Олимпийские игры в Барселону Я завоевал свою первую олимпийскую медаль И мы завоевали бронзовую медаль Вот, и спустя год-два Просто распада СССР Я переехал в Самару Чему очень рад и доволен Где созданы были для меня все условия, удобства Получил замечательную квартиру Я очень доволен Как так получилось, что вдруг ты занялся в этом Я трудно выговариваю названии твоего города Областном центре Бекаба Занялся фехтованием Там, наверное, все-таки, мне кажется, нарды, наверное, больше национальный вид спорта Вообще-то я изначально увлекался музыкой, играл на кларнете, на трубе Вот У тебя музыкальные способности Ну, оказалось, что способности у меня плохие Потом со временем учитель мне сказал А на гитаре ты не играешь? Учился, пытался Ну, так как у меня со слухом проблема Пришлось мне все отложить То есть, за праздничным столом будет так Значит, гора плова Лагман шурпа И ты что-то пытаешься изобразить на кларнете Каком-то музыкальном инструменте Это уже сложно, сложно Это было очень тяжело Играть на духовых инструментах И так еще одновременно Я занимался греблей Байдаркой каное Довольно-таки неплохие Как ты помещался со своим ростом двухметровым? Не, каное, если представляете Такое, как у нас называется Но оно же верткое, верткое каное Оно же, там же удержать центр части Ну, у меня это было всего 10 лет Тогда я совсем маленький был И стройники Да, помещался И буквально, даже год помню В каком году я переехал с этого города В город Ташкент Это 70... Сейчас семья переехала? Не, семья не Родители у меня там остались Брат у меня учился Ну, так скажу, благодаря своему родному брату Который в тот момент занимался гонболом Он мне посоветовал Перетянул тебя В Ташкент В Ташкент Где был... В Ташкент По институте физкультуры? Не, спорт-интернат А, спорт-интернат Греблю Мы приехали На тот момент Там гребли не было А было на другой базе Это город Черчик Не знаю, если слышали Черчик Да, конечно Но Черчик более изменитый Чем Бек Аббат Да, да, да Известное Червакское водохранилище Горы, Чимган Все красивые места И там базировалась грибная база Но мне так и не хотелось Хотелось ближе к брату находиться Вот, и в итоге С братом как раз приехали в этот спорт-интернат Это было днем Все уже отдыхают Там кто на обед И мы начали по этой интернату ходить Смотреть и искать Куда можно устроиться Брат говорит Давай легкой атлетикой займешься Я говорю Ну давай Тренера нету Зашли в зал фехтовальный А в этот момент оказался там тренер Он меня увидел Посмотрел Но я так еще физически уже крепкий был То, что гребли там 3 года занимался Посмотрел Ну как Будешь заниматься Так вот да Дал в руки шпагу Да, дал шпагу А мы в детстве то любили Брали железки на заводе Там с ними баловались Вот И вот Стал заниматься Рост его не смутил Рост не смутил Хотя да Тогда я уже высоким был Если учесть, что в 12 лет У меня уже нога была 46 размер 12 лет А сейчас? А сейчас 50 размер Вот И вот Скажем так Что благодаря Ты чемпион мира Среди фехтовальщиков По размеру ноги? Самый высокий шпажист у нас Ну который уже сейчас уже не занимается Он чуть выше меня У него 53-54 размер Это спортсмен Даже помню его фамилию Высокобойников Высокий Еще выше тебя? Выше, да Но самый высокий Я думаю это мой племянник Который тоже переехал Занимался Я помню Он занимался Но он до сих пор занимает Для себя уже Не, не профессионально Он мастер спорта Сколько его рост? 206 206 Да у меня все У меня теща 202 Тесть 2 метра То есть семейство великанов Да У нас все высокие Только родители маленькие А так все высокие И с этого собственно и пошло у тебя, да? Да И вот все Так и пошло Стал тренироваться Ну замечу, что буквально через года два У меня произошла травма Ну такая небольшая И врач сказал, говорит, что придется год забросить Вид фехтования Я как сейчас помню Я плакать стал Переживать Как так? Я год не буду заниматься Ну решил к другому врачу обратиться Тот говорит Я через неделю тебя вылечу Вот получилось Через неделю он меня вылечил И все И все Я втрою Вот сейчас мы находимся Вот в крохотном Зале фехтования Спорткомплексе Старозагора Прямо скажем Ну Оказывается Для Самарской области Это супер условие А на самом деле Мне кажется Что Ну для начальной подготовки Наверное возможно А мне кажется Что для роста мастерства Нужны более современные апартаменты Не Ну конечно Если говорить Честно Что Этот зал В котором сейчас Который выделила ЦСКА ВВС Он достаточно нормальный Полноценный Где может реально Полноценно работать Ну 20-25 спортсменов Вот Да конечно бы хотелось Каждый тренер Не хотелось бы тренажерный зал А ну конечно Восстановительный центр И так далее И так далее Можно пальцы еще загибать Да Конечно Чтобы можно было полежать Можно было там Не знаю Просто отдохнуть Между В тренировочном процессе Может быть Методический какой-то Должен быть Зальчик Чтобы показать Что-то Может быть Какие-то учебные Фильмы И так далее Не Ну начнем с того Что у нас кабинет Здесь методический есть Вы еще просто не видели Здесь построили Хороший зал Где можем Видев Материалы посмотреть Ну вот скажи откровенно Можно ли в таких вот Ну скажем Так сказать Эконом условиях Готовить себе подобных Медалистов Олимпийских игр Можно Можно Ты убежден в этом? Я убежден Я прекрасно понимаю Ваш вопрос Что хотелось бы больше Да Хотелось бы больше Но В тех Спорткомплексе Где я работал Ну начнем с того Что да Был у нас буревестник Хороший Специализированный зал Ну В тот момент Много работало Там тренеров И Тоже места не хватало Был зал Ну на всех Но не забывайте У нас сабли Рапира Шпага Если все виды будут Как мы время подберем А здесь получается В основном В этом зале работает Одна только шпага Мужская и женская Поэтому я говорю Да Если сейчас Здесь будет Саблисты Рапиристы Да Это однозначно Было бы здесь тесно А так В этом плане Я думаю Ты еще находишься В прелегированных условиях Да Потому что Учитывая твои Многочисленные титулы И заслуги Как бы Вот тебе выдали Карт-бланш Готовь Да Очень благодарен ЦСКА ВВС Вот Такую поддержку С таким залом Я думаю Каждый тренер Мечтает о таком зале Как вы знаете У нас в Самарской Области Три-четыре Спортивных клуба Вот Но я бы не сказал Что у них условия Такие прям хорошие Ну хотелось бы Чтобы у всех Были нормальные условия Все полноценно Нормально могли работать Скажи пожалуйста А есть материал С кем работать Есть люди Которые Ну могут С ними можно работать На перспективу Не будем говорить Громких Таких фраз Об олимпийских медалей Но можно говорить о том Что есть Спортсмены Вот В которых Ты уже вкладываешь Душу Сердце Я не знаю Все Мастерство Не Ну в плане Моих спортсменов В виде В виде перспективы Большой перспективы Ну пока Самая такая Большая звездочка Известная Это Храпина Виолетта Которая Вот сейчас Вот в этом сезоне Попала в основной Ну они у меня Три спортсмена В основном составе Сборной Я имею ввиду В плане того Что она Регулярно посещает Все международные старты Все Всероссийские Международные И сезон Закончила Четвертым номером Довольно-таки Неплохо В этом сезоне Они буквально Вот закончили Молодежку Ю-23 Пришли во взрослые Вот Но перспективы И надежда есть И молодые Вот известные Вот охотников С кем вы общались Сегодня И Храпина Даниэла И вот молодые Такие подрастающие Попова Полина Есть Другие школы У нас там Комарова Хорошая девочка Алена Вы наверное Тоже знаете Вот которая К нам переехала Которая работает С Сивлевым Михаилом Константиновичем Вот И Дегтярев Тоже помогает Вот наш Президент Федерации Самарской области И Вдовин Всем известный Наш Виктор Михайлович Мой тренер Который много сделал И сейчас Подготовил Сухова Павла Который буквально Недавно был Чемпионат мира В Лейпциге Где они В составе Команды Завоевали бронзовую медаль Если знаете Вот Кстати У Виктора Михайловича В этом году Юбилей 75 лет А он еще По-прежнему В строю Да В строю Бодро Это вообще Виктор Михайлович И готов еще Удивлять Удивлять Еще И сам Едел в Лейпциг И помогал Сухову Так что Не у нас Хорошая команда Собралась Павел Сухов Кстати воспитник Центра спортивной Подготовки И твои ведущие Девушки Тоже входят В Центр спортивной Подготовки То есть Да Не случайно Их взяли в обойму Перспективные Вот спортивные Молодежи Губернии Чтобы Как-то Помочь Подбодрить И финансово И морально Это очень приятно Что открылся Центр спортивной Подготовки Хорошая Подпиточка Такая Для спортсменов В плане Финансовые Вот И вообще Долго Ждали И вообще И думали об этом О том что Должен быть Какой-то единый Какой-то орган Какая-то организация Да Какая-то школа Которая должна Объединить Вообще Все кандидатов В Олимпийцы Может быть Опять громко Но именно так И что И все знают Что да Вот рядом со мной Тренируются Вот известные люди Известные Мне очень приятно Что он открылся Это очень Хорошо для спортсменов То что Мало того В помощь от Кто в списках Сборной Тоже знаете Зарплату получают Это не везде Даже в Москве Такого нет А там в основном Только призеры Там чемпионы получают То есть мы можем Таким образом Вот с появлением Центра Затормозить Отток спортсменов Самарской губернии Перспективно Вот То есть Большие гради Я не знаю Про другие виды По плане фехтования У нас Оттока нету У нас Никто не бежит От трениров Захаревича Я иногда Думаю Переживаю Думаю Вдруг Да Кто-то Перемонит Получает Такие За такую Зарплату У нас В Москве Так не получают Я скажу вам честно Такую зарплату Которую здесь платят Я думаю И у нас Созданы условия Я думаю Наверное Правильно В правильном направлении Работаю Так что Нет Оттока никакого нету Все Работы Все довольны Если все так будет продолжаться Только будет Все прекрасно И хорошо Скажи пожалуйста Ты тренер Высшей квалификации А Кто поставляет тебе Вот Молодежь Кто Работает на наборе У вас бригадный метод Или каждый сам за себя Не Бригадный Вот мы каждый год Буквально Начинаем уже с августа Везде В контактах Там Фейсбуке Там В инстаграме Даем Объявления Вот Тем самым Производим набор Это Известный Тренер У нас Мастер спорта Международного Класса Это она Он также Призерка мира Призерка Европы Много лет Мы с ней По сборной Еще Из СССР И России Выезжали Вот Лебедева Екатерина Владимировна Вот И вот Мы с ней Буквально Делаем Этот набор То есть вы черновой работы Так сказать Не чураешься Нет Вы ведете Набираете С нуля И до самой Да Немо у кого Ничего не берем Сами занимаемся Вот взяли Сейчас буквально Набор у нас С восьми лет Берем Даже вот хотелось В вашем Вот программе Сделать такое Короткое объявление Все желающие Которые хотят Записаться На отделение Фехтования Это по адресу Старозагора 143А Это ЦСК ВВС Стадион Ориентир Путь приятный Если вы Придете в этот зал Занять Если Посмотрят нашу программу И побегут К вам К тренеру Захаревичу К великим К великим тренерам Так что А я К чему это говорю Я ведь Говорю это С умыслом Вот Дело в том Что В составе Олимпийской команды Сборной СНГ И России В 92 И 96 Году Ты выступал Вместе с Павлом Колобковым Олимпийским Чемпионом И нынешним Министром Спорта Продолжая Это логический ряд Хочу сказать Что Председатель Областной Федерации Фехтования Михаил Дегтярев Мастер спорта Стал председателем Комитета По физкультуре И спорту Государственной Думы Твой хороший Товарищ И коллега И коллега Казалось бы Что теперь Для тренера Захаревича Путь уготован В тренерский Штаб Национальной сборной Или молодежной Команды Или среди Казетов Почему этого не происходит Как не происходит Произошло уже Произошло уже Поздравляю Не совсем владеете ситуацией Поздравляю Буквально в ноябре месяце Мне назначили Прошлого года Да Мне назначили Помощником Старшего Тренера сборной Национальной сборной Да Национальной сборной Женской шпаги Кто возглавляет Главный тренер Мамедов Ильгар Ишарович Олимпийский чемпион Да Двухкратный Олимпийский чемпион С которым ты В свое время Мы тоже выступали На олимпийских фейерах Так что видите Поздравляю 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 Я уже как полгода Работаю в ЦСП А не хочется Вот уже Все-таки Полтинник за плечами Уже хочется Наверное Как-то уже Уйти Вот действительно От этой черновой работы Уже Может быть Стать каким-то Чиновником Бюрократом Спортивным Или Работать с высшим В высшем мастерстве Уже уйти Вот от этого Скажу вам честно Мне как-то было Предложение Еще когда был Министр Саитов Олег Олег Павич Он в свое время Когда он был Был отбор На директора школы ШВСМ Насколько я помню Он мне предложил Валер Ты не хотел бы Вот попасть Там конкурс у нас Я говорю Нет Все отпадает Это не мое Я думаю Люди были удивлены Ну вот это мое Вот я То есть не каждый Олимпийский чемпион Может руководить Спортивным Какими-то Спортивной организацией Да? Каждый должен Наверное Знать свой уровень Ну вот Мне интересно Вот детишки Как-то заниматься Общаться Да конечно Это все сложно Вы прекрасно понимаете Здесь кричат Здесь плачат Здесь кто-то упал Кому-то сопли вытирать Кому-то наоборот Подбодрить Не Я к этому привык Начнем с того Что я Сам-то фехтовал Буквально Я вот перестал Два года фехтовать Вот в 48 лет Я еще выступал На чемпионате Самарской области Кубке Самарской области А до 45 лет Я еще на всероссийских Саранах Ты не нафехтовался? Ну Было вот Такое удовольствие Еще пофехтовать Я хочу говорить Уже дальше О тренингской работе Мне только 50 лет Я вот работаю Это не так много Ну уже приятно Что воспитал Таких хороших спортсменов А ты не собираешься Продолжать Уступать на чемпионатах Мира Среди ветеранов То есть сейчас 50 лет Как раз уже можно Вот Как мне 40 лет Когда исполнилось Мне позвонил Капустин Александр Петрович Это старший тренер Который Возглавляет Ветеранов Ну а фиктую И пригласил Меня выступить За команду Ветеранов На чемпионате Европы Как помню Это было в Испании Поехали 16 команд было В этом возрасте От 40 до 50 Да там нет Там командный Там надо общий 150 возраст набрать Ладно Это не важно Сам факт Что мы Не получилось Не дали Я все 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 сделали Ну четвертый И все Это были мои Последние с вами По ветерану Но я не думаю Что я буду выступать Фиктовать я еще Допустим С детьми еще встаю Иногда фиктую Им интересно Постоянно меня зовут Валерий Владимирович Пофиктуйте с нами Полин Скажи пожалуйста Почему ты выбрала Шиктование Ну Вообще Мне отдали родители Мне сказали Завтра ты идешь На тренировку А куда не сказали И вот Так все Завязалось С первой тренировки Мне понравился Это вид спорта И до сих пор Страшно Вычихает Ну ты Знала что ты Идешь Тренироваться К человеку Который Имеет Две олимпийские Медали Ну Поначалу нет Но потом Мне рассказали Ну и как Я очень Горжусь тем Что я занимаюсь Такого великого Тренера Так судьба попала Ты вытащила Просто счастливый Лотерейный билет Ну да Ну и Твоя цель Теперь После того Как ты попала В руки Такому великому тренеру Ну Подняться Как можно выше Хочется Занять Точнее Попасть на первенство Мира В сборную России Хочется очень Поэтому Очень Поездить по турнирам Очень хочется Прямо А где бы ты Хотела ты побывать Где угодно Чтобы хоть куда Взяли Какая Главная Черта Твоего тренера То что он верит Своих спортсменов То есть До последнего Будет в тебя верить Скажи Как ты Попала в группу Валерия Захаревича Я раньше Занималась Разными видами Спорта Последний Самый Перед фехтованием Я занималась Легкоатлетикой Мне Я года два Посвятила Этому спорту Ну бегала Прыгала Бегала Да Короткие дистанции 100 метров 60 Спринтер Спринтер Да И что-то мне не нравилось Потому что у меня Не было особо результата А мне Нужен результат Вот И я сказала маме Что нет Ты по жизни такая Спортивная Чтобы Быть чемпионкой Энергию надо куда-то Девать Еще свою Вот И я сказала маме Что я не хочу Заниматься Легкоатлетикой А с тренером Мы Живем на одной Лестничной площадке И так подвернулось Что он позвал меня Попробовать на фехтование Вот Ну и я пришла Думала Ну да Попробую Может понравится Ну вот И втянулась в этот Вет спорта И уже как К 11 лет Где-то Какая самая Главная черта Вот В твоем тренере Как ты считаешь Доброта Он очень добрый К нам относится А на фехтовальные дорожки? На фехтовальные дорожки Ну Подсказки его Чего ты хочешь добиться В фехтовании? Я хочу добиться Очень высоких результатов Ну например Ну загадывать не будем Каждый спортсмен Я думаю Хочет Самую главную Это олимпийскую медаль Вот я слушаю тебя Ты знаешь И Мне постоянно Вот Сквозит такая мысль Почему Твое спортивное Длаголетие продолжается Может быть Все-таки Какая-то еще Заноза в сердце Осталась От того Что ты не стал Олимпийским чемпионом Две Олимпийские медали есть А вот главного Звания Вот я хочу Чтоб теперь Мои спортсмены Завоевали Эту золотую медаль Мы вместе С известным спортивным Журналистом Львом Рассошиком Тебе известным Хорошо В мире фехтования Сидели в Атланте В 96-м году На трибуне Переживали за тебя Переживали за вашу команду Вы же там Рядом Насколько я вспоминаю Два спортзала Были рядом Там борцы были Карелин боролся Карелин боролся И вот мы перебегали Из зала в зал А у вас было Как раз Командное соревнование По шпаге И вдруг Вы в Италии Вы проигрываете Всего два укола Вот два обидных Эти укола И это было Ну я не знаю Это вот Какой-то вот Несмотря на то Что вроде серебряные стали Ну так было обидно Так было жалко Рядом были Это благодаря Бекетову Где он стал Олимпийский чемпион И в команде Он Очень многое сделал И вот Завивали Ну конечно Хотел завивать Золотой мир А чего не хватило Вот тогда С этой Италии Хотя они Они законодатели Одни из законодателей Мог фехтования В мировом Вот чего не хватило Удачи Удачи Да я думаю Да обычно говорят Удачи не хватило Я уже не говорю Там психологически Еще что-то Как-то не подошли Правильно Но я думал Удача улыбнулась Итальянцам В тот момент Ну чуть-чуть Немножко Я понимаю Проиграть там С большим Как вы пережили Вообще Вот этот Серебряный медаль Когда в шаге От золота были Ну начнем с того Что мы Весь сезон Не так уж Прям хорошо выступали Вот И То есть ты хочешь сказать Серебро для вас Потолок был Нет Конечно мы ехали За золотой медалью Ну по крайней мере Заводять медаль Мы были тоже Очень рады Любой медали Я не скажу Что расстроились Хотя были рядом Когда находишься рядом И вот золотая медаль У тебя под руку ходит То конечно неприятно Ну в душе Я конечно был Очень доволен Ты поддерживаешь отношения Сейчас вот Своими ребятами Парнями По олимпийской команде Ну не с тем же Как часто ты ему звонишь Ну я не думаю Если допустим Я даже если Позвоню Что-то попрошу Я не думаю Что он конечно Мне откажет Ну например Выделить там Пару современных Фехтовальных дорожек Там новое оборудование Какое-то Ну я не знаю Или ты пока Удивотворен Все у тебя есть Для этого Для этого Чтобы что-то получить Надо выступать И показывать Вот оглядываясь На прожитое На то что сзади Вот багаж Рюкзак Который висит У тебя за плечами Груз лет Можно уже как-то Подводить итоги Оценивать Вообще Не зря ты прожил Эти 50 лет В этой жизни Все успел сделать Что хотел Да я вообще Честно говоря И это же не верится Что мне уже Вот скоро Там через месяц Два Там уже 50 лет Вот Ну В душе Я себя чувствую молодым Честно говоря Как бы Готов Еще взорваться Там Что-то сделать Там Желание пойти Побегать Там Где и как Ты собираешься Отметить свой юбилей Где Ну пока еще Вот Пока я уже С женой Вот мы сейчас Обсуждаем Решаем Ну я думаю В ресторане Выберем Какой-нибудь ресторанчик Такой В национальном Самое простое И самое надежное Да В национальном А как же плов Не плов будет Я же говорю Национальный Были приближены Там грузинская кухня Или узбекская Узбекская кухня Ну что-то вот в этом плане И русская Там все будет Я честно говоря Думал Что ты уедешь домой Ну Домой Я понимаю Это на родину На родину В Узбекистан А я был Недавно Был У меня матери Вот 81 год Исполнился У меня мама Сестра Ничего И каждый год Выезжаю К маме На день рождения Это событие Приехал Валерий Из Самары В семье Я имею в виду Там в Узбекистане Событие тоже Я постоянно Захожу в зал Встречаюсь Там многие Те с кем я фехтовал Работал Там и тренерский коллектив И спортсмены С которыми фехтовал Которые сейчас Тренерами работают Они приглашали тебя В сборную Узбекистана Возглавить Между прочим Они конечно Предлагают Есть Вот Я провел там Буквально В июле Провел мастер-класс Со спортсменами То есть О тебе не забыли Помню Они попросили Я провел Такую полноценную Тренировку С ними Ну а как Они говорят Ой Валера Не мог ты Почаще С нами такие Мастер-классы Так Общение со спортсменами Им было очень интересно Приятно Что все на русском говорят Все узбеки Молодые Там Дети Все буквально На русском разговаривают Какие цели ты ставишь Перед собой Вот Ну на ближайшее время Что 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 ты хочешь сделать И еще Ну у меня конечно Основная цель У каждого тренера И так как у меня уже Такие спортсменки Хорошие Которые реально Могут претендовать Быть в списках И выступать На чемпионате мира Европы Это конечно Олимпийские игры В 2000 году Где Я же не говорю Там храпина Там вот У меня И храпина Дианиела В 2020 В 2020 Да В 2020 Вот Ну вот Три спортсменки Которые реально Могут претендовать На Олимпийские игры Если я еще Допустим В 2014 Году Мне задавали вопрос Я бы тоже говорил Про Олимпийские игры В 2016 Ну на тот момент Я еще так Вариантов было мало Но все равно хотел А сейчас Уже шансы Очень большие есть И если моя спортсменка Там или спортсменки Попадут Я буду очень доволен И посчитаю Что я немало Сделал для Спорта Если моя спортсменка Попадет Мы желаем тебе Чтобы все твои планы И мечты сбылись Мы желаем Чтобы ты по-прежнему Оставался Примером Спортивного долголетия Мы желаем тебе Чтобы на Самарской земле Появились твои воспитанники Которыми ты гордился бы И обязательно Конечно С Олимпийскими наградами Хотим Чтобы ты оставался Примером Для всех спортсменов Самарской губернии Спасибо Спасибо вам Это был Валерий Захаревич Один из самых Титулованных спортсменов Самарской губернии Мы прощаемся с вами До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok